Сергей Владиславович, понимаю, что сейчас тяжело говорить, но все-таки, что произошло? Надо сказать, что в межсезонье нас покинули ряд игроков. И те игроки, которые сегодня вышли в стартовом составе, да и те, которые на замену, не справились с гружем ответственности. Ну и надо признать, что действительно сегодня даже никого не могу выделить в нашей команде. В причинах будем разбираться. Ну, когда уже в первом тайме нас расстреливают из вратарской, по сути, опорник не добегает за своим игроком. Это отсутствие концентрации, это же не вопрос физической подготовки. Согласен, поэтому и будем разбираться и со всеми, и с опорниками, и с инсайдами, и со всеми. Там не только один опорник недорабатывал. Расскажите о тренировочном процессе. Вы когда восстановили это, возобновили тренировки? И как вообще строилось? Тренировочный процесс возобновили 28 июня. Проходилось здесь, на этом поле. Несколько двухразовых занятий было. К сожалению, не удалось сыграть спарринги. По независимым от нас причинам команда отказалась с Курска. Какая установка была на игру? Насколько вы посмотрели Владивосток в этом сочетании? Ну, в Владивосток мы видели всего одну игру. Новая команда состоит из опытных игроков. Настраивали, конечно же, на сложную игру. Были определенные задумки. Но они не сработали. Надо признать, что они не сработали. Дима Кортник сегодня, как мне кажется, был помощником вашего на поле, потому что он подсказывал тоже практически все 90 минут молодежи. Ну, это его задача. Основная, скажем так, задача. Помимо того, что заниматься своим делом, и быть лидером в команде, и помогать тренерскому штабу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова